Вот смотрите, давайте возьмем Первую мировую войну, а уже много раз сравнивали украинский кризис с ней, действительно видна оппозиционность войны, причем оппозиционность типа Западного фронта, а не типа Восточного, и тем самым многие паттерны, конечно, похожи. Ну и давайте вспомним хоть все и учебники, хоть книжки, а что являлось причиной Первой мировой войны. И тут вы можете дать огромное количество ответов, и в общем сказать, что какую-то из них неправильно, ну с точки зрения марксистов англо-германские экономические противоречия. Противоречия были? Были. Значимы? Значимы. Могли быть причиной войны? Ну конечно могли. С точки зрения маринистов англо-германские морские противоречия или германская судостроительная программа? Ну тоже все логично. Англия владычится морей, Германия бросает ей вызов. Рано или поздно этот вызов должен быть решен, что называется, оружием на поле боя. Логично, логично. Дальше идет разговор о Бальзасе-Лотаринге, которая желает получить Франция. Ну да, конечно, Альзасе-Лотаринге важные моменты в этой войне. Дальше начинаются разговоры о переделке колониальной империи в пользу Германии. И это тоже правда. Дальше славянский империализм, я цитирую любимого мною кадета Биглера, из Швейка на Балканах. Ну при всем том, что Биглер, конечно, эмористический персонаж, но у России, несомненно, были свои планы на Балканах, включая желание установить контроль над Басфором и Дарданеллами. И это, конечно, тоже причина войны. Двигаемся дальше и дойдем и до хлебных пушлин, и до внутренних противоречий в России, Германии и других странах. В итоге получается очень интересная вещь. У этой войны, у Первой мировой, было много причин. И вопрос о том, какого из них считать главный, в значительной мере вопрос вашей личной антологии. Что для вас кажется здесь важным. Или я выражусь даже по-другому. Все понимают, что все эти вещи, включая, кстати, и убийство Эрдгерцега, хоть это и чисто уголовное событие, все это было важно, значимо, интересно. И какое-то место в иерархии причин должно занять. Но уж как вы будете выстраивать иерархию, ну, это в значительной мере проблемы вашей картины мира. А теперь вот из этих соображений давайте посмотрим на то, что творится сейчас между Россией и Украиной. И посмотрим причины. Ну, смотрите. С точки зрения Украины причина совершенно очевидна. Россия желает вернуть свою себе империю. Это правда? Да, правда. Россия желает вернуть себе империю. Россия полагает, что нынешний мир макрорегионален. И нужно строить свой макрорегион. С точки зрения России проблема заключается в том, что Украина, желая вступать в НАТО, создает для России нетерпимую геополитическую обстановку. Которая означает, что Россия будет терять свои позиции даже и без войны. Кстати, не так давно эту позицию Ростко зафиксировал в своем выступлении Трамп. Он прямо сказал, что даже без вступления Украины в НАТО, НАТОвские базы ближе к Москве, чем, например, Кубок к американским военным базам и центрам во время Карибского кризиса. Когда русские поставили ракеты на Кубе, мы заявили, что мы не будем этого терпеть. И были готовы начать войну. Почему вы полагаете, что русские должны здесь действовать по-другому? Итак, вступление Украины в НАТО является для России военной угрозой? Является. Это тоже правда. Это вторая правда, которая здесь есть. Далее русские говорят о том, что Украина запрещает русский язык. И тем самым фактически нарушает права русскоязычного населения. Украина это довольно энергично отвергает. Я говорю, что многие все еще говорят на русском языке. И указывают на Арестовича и Дуцука, например. Но надо иметь в виду, что закон о языке, тем не менее, существует. И да, он, конечно, не исполняется в полной мере. Но, в принципе, само по себе появление такого закона является языковой дискриминацией. И то, что этот закон выполняется не в полной мере, ничего не означает. Завтра ведь может начать и выполняться. И отсюда русская позиция вполне себе правдоподобна. В свою очередь, украинцы говорят, что так, мол, и так. Мы хотели жить, как Европа. Россия не могла этого потерпеть. Она не могла потерпеть того, что Украина станет частью Европы. Поскольку сама Россия части Европы стать никогда не может. Должна ли Россия начать долго и нудно доказывать, что Украина не может быть частью Европы? Да нет, не должна. Многие украинцы так думают. Революция достоинства действительно была одним из лозунгов Майдана. На Майдане я был, это свидетельствует совершенно официально. Об этом говорили. И многие именно об этом думали, когда они находились там и жгли покрышки. И это содержание, желание украинцев стать не Россией, а Европой, оно тоже есть, оно тоже объективно. И мы дальше можем придумывать еще очень много причин. И все это будет верно. Мы можем вспомнить НАТО с его желанием. Смотрите, когда я говорю о НАТО, я ведь имею в виду очень простую вещь, которую, по-моему, до конца не все себе представляют. НАТО – это не военная структура. Это бюрократическая организация, которая бюрократически руководит вооруженными силами. Как всякая бюрократическая структура, НАТО, разумеется, желает своего роста и повышения своего влияния. Было влияние НАТО? Безусловно, было. Мы часто, говорит Россия, о позиции жителей Донецка, Луганска и Крыма. Надо честно признать, что эти территории и до конфликта, и до Майдана были в значительной мере прорусски настроены. Украина не желала это терпеть и не желала им дать свободу. Это причина. С другой стороны, Украина желает обеспечить целостность своей страны. И это тоже можно понять. К чему я все это говорю? А к тому, что причин у этой войны, как и у Первой мировой, очень много. К тому, что, разумеется, каждая страна имеет полное право здесь считать себя правой, а противника абсолютно не правой. Но я должен заметить, что у этой войны есть глубокое и глубинное содержание, которое гораздо в большей степени связано, например, с Эвтаназией в Канаде, чем с отношениями вокруг Донецка и Луганска и Крыма. Причем здесь ситуация очень необычная. Ни одна из сторон, ни русская, ни украинская, на самом деле ничего такого бы не хотела. Это не их выбор. Это выбор, который в известной мере, то, что мы называем исторической необходимостью, сделано за них. Что я имею в виду? Само собой разумеется, что Россия далеко не христианская страна целиком. И не все русские христиане, тем более не все православные, не для всех важно единобожие и так далее. Но так получилось, что образ жизни русского народа категорически не приемлет, и это на очень серьезном уровне, того, что называется сегодня либерально-демократическая картина мира. ЛГБТ, трансгуманизм, эвтаназия и так далее. И не в том дело, что это само по себе плохо. Просто это неприемлемо с точки зрения образа жизни. И, естественно, таким образом и воспринимается. В итоге сложилась очень необычная картина. Украина в значительной мере христианская страна, а по каким-то аспектам и более христианская, чем Россия. Число истинно верующих там, кто вот реально приходит в церковь, по-настоящему глубоко молится. В Киеве, я думаю, было всегда чуть повыше, чем в Москве. Это та же самая православная, очень сильная христианская культура. Но в какой-то момент времени Украина попала на очень серьезный соблазн. Соблазн западного образа жизни. И этот соблазн она не преодолела. Принимая соблазн западного образа жизни, она была вынуждена принять то, что идет вокруг этого соблазна. В итоге, хочет того Украина или нет, а я глубоко убежден, что, кстати, не хочет. Но Украина вынуждена защищать позицию язычества и, соответственно, геи, она же Гайя, как языческой богиней земли. И, соответственно, позицию борьбы с корняковыми газами и слишком располагившимся человечеством. И эту позицию, еще раз подчеркиваю, не то, чтобы она кому-то в Украине нравилась. Скорее, нет, чем да. Причем, я имею в виду и Залуженова, и Зеленского. На самом деле, они вполне такие же люди, как и мы, и ничего такого не хотят. Вы же поймите, для человека, воспитанного хоть сколько-нибудь христианской парадигмы, ну, создавать ситуацию, при которой на Земле умрет 7 миллиардов из 8, или даже 4 из 8, но это настолько не соответствует картине мира, что это просто невозможно себе представить. И можно все долго уборюкивать, что мы же ничего такого не имеем в виду. Но объективно, поддавшись на соблазн Европы, Украина вынуждена играть в эту игру. Еще раз подчеркиваю, для нее вообще газ совершенно ненормальный. Тоже самая ситуация. Не будем делать из России великого защитника православия, Христа и так далее. Но образ жизни России, а главное то, что Россия раньше Украины получила прививку от европейских ценностей, вынуждают ее выступить как консолидатор всех сил, несогласных с структурой инклюзивного капитализма. И вот тогда получается, что во всех отношениях мы с украинцами симметричны. У них свое будущее, у нас свое будущее. Но вот здесь есть очень четкая симметрия. Россия, хочет она этого или нет, сейчас воюет против инклюзива за христианскую картину мира. Украина, хочет она этого или нет, воюет за инклюзив, за фонды, управляющие территориями, и за языческую картину мира. Украина, когда... Вот здесь почему я и говорю, что Украина не может победить? А потому что в случае победы ей очень не понравится результат. В случае ее победы она получает для себя мир хуже до военного. И значительная часть украинцев постепенно начинает это осознавать. Но сделанный выбор в условиях войны не перечеркнешь. И они вынуждены идти дальше в эту сторону. И отсюда ответ на мой вопрос, почему я считаю эту войну гражданской, пусть и с оттенком внешним. Потому что, как и всегда, в гражданской войне сражается прошлое и будущее. И Украина, ну и, собственно, и Запад вправе сказать, вы, Россия, это прошлое. Вы хотите возвращения к прежней системе. А мы видим впереди счастливый мир инклюзива. И это будущее. На что Россия отвечает. Ваше будущее находится в таком глубоком прошлом. Нам об этом даже думать страшно. И да, мы ничего особенного не предлагаем взамен. Но уж, по крайней мере, этого мы не позволим. И да, вопрос о том, где здесь будущее, а где прошлое, решается на поле боя. Вот в этом и суть гражданской войны. Но что для меня важно, я понимаю, что это не оправдывает понесенные жертвы с обоих сторон. Но это гражданская война содержать ее. И от результата и в этом мире будет зависеть довольным. Вот это вот момент, который мне бы хотелось, чтобы мы постоянно удерживали в голове, слушая новости об успехах или неуспехах контрнаступления. Субтитры создавал DimaTorzok